Друзья, всем привет! А сегодня у нас очередная подборка полезных советов и хитрости мастеров на все случаи жизни. Так что присаживайтесь поудобнее, а я буду начинать. Наверняка у каждого найдутся вот такие кусочки или остатки от проводов. Берем пассатижи и режем на небольшие кусочки. Далее сгибаем эти кусочки пополам и вставляем в отверстие в стене, согнутым концом вовнутрь стены. А далее берем шуруповерт и закручиваем саморез прямо в провод, так, чтобы саморез располагался внутри изогнутого провода. Таким образом из обычного кусочка провода получаем отличную замену дюбелю, если его нет под рукой. Саморез в стене держится достаточно прочно. Как поступить, если вы сделали отверстие коронкой, но ошиблись и на самом деле нужно было отверстие большего диаметра? Теперь установив коронку побольше, отцентровать ее в уже проделанном отверстии не получается. Вот как можно выйти из этой ситуации. Снимаем большую коронку и устанавливаем ту, которой делали отверстие. А затем прямо на нее устанавливаем обратно большую коронку и закручиваем гайку. Устанавливаем в дрель и теперь при начале сверления сначала маленькая коронка попадает в готовое отверстие, тем самым центруя большую. И дальше сверлим отверстие. Получаем вот такое ровное кольцо, что говорит нам о том, что отверстие сделано ровно по центру. Для следующей простой самоделки понадобится небольшой кусочек доски, которую я зажал в тиски. В доске, отступив от верха несколько сантиметров, делаем отверстие на 12 миллиметров. Далее берем саморез и закручиваем его прямо сверху над отверстием, так, чтобы он вышел из этого отверстия и немного торчал. И вот для чего я сделал это приспособление. Допустим, надо снять много оплетки с провода. И надо сделать это быстро и просто. В этом как раз таки и поможет эта приспособа. Просто вставляем в нее провод и тянем. Настраиваем вылет самореза в отверстие в зависимости от толщины провода. Также отверстие необходимо сделать необходимого диаметра. Как я уже говорил, я делал отверстие на 12 миллиметров. Для наглядности я сделал несколько ракурсов. И в деталях показал, что оплетка была целой. А после того, как провод протягивался, появлялся надрез, через который легко и просто вытаскиваются провода. Способ рабочий, но для того, чтобы провод так легко резался, есть одна хитрость. Напишите в комментариях, как вы думаете, что за хитрость. А далее в видео я ее покажу. Друзья, я люблю современные технологии и постоянно слежу за новинками в этой сфере. Особенно за всем, что касается технологий в доме. Так у меня стоит пилетный котел, которым я могу управлять через Wi-Fi. Или комната, в которой можно управлять освещением или телевизором с помощью телефона. А сейчас мы собрались сделать ремонт ванной. И, естественно, хочется сделать всю инженерку современной и безопасной. На этот раз мой взгляд пал на новинки от компании Rehau. А именно на их новую систему от протечки воды Regard. Судя из названия, понятно, что система защищает от протечек. Также есть ряд дополнительных полезностей у этой системы, что и отличает ее от других систем. Первое основное. Контроль микропротечек. Как это? Когда в стяжке или под прикрытием происходит повреждение системы, вода не попадает на датчик протечки. Стандартные системы защиты, которые работают только по датчикам, в этом случае ничего не предпримут. А Rehau автоматически перекроет водопровод. Для обнаружения микропротечек система Rehau использует ультразвуковую технологию измерения потока воды. Такой функции на нашем рынке я еще не видел. Во-вторых, эту систему можно довольно просто установить уже в работающий водопровод. Просто монтируем систему на вводе воды в квартиру или дом, после счетчика, если он есть, и до фильтра механической очистки. Дополнительно ставим датчики протечки в местах вероятных течей и ставим сетевой шлюз, чтобы объединить эти датчики с блоком контроля. В-третьих, установив специальное приложение на телефон, можно будет следить за состоянием водопровода в любой точке, даже если у вас не ловит интернет. Так что, друзья, кто интересуется чем-то подобным, я дарю вам промокод совет1. По нему вы получаете 10% скидку на комплект REGARD, в который входят блок контроля воды, датчики протечки и сетевой шлюз при покупке на официальном сайте Rehau. Акция длится до конца февраля 2022 года. На всякий случай оставлю ссылки в описании под видео. У бренда Rehau есть еще много чего интересного. При покраске деталей кисточкой иногда нужно положить куда-то эту кисточку, но она в краске. А если положить в банку, то кисточка слишком глубоко падает в банку и сильно измазывается. А потом руки будут все в краске и из кисточки эти излишки начинают капать прямо на стол. Вот простой совет, как этого избежать. Просто берем неодимовый магнит и магнитим его снаружи банки. Теперь кисть будет висеть вверху и не будет глубоко погружаться. А что делать, если нет магнита или не магнитится кисть? Для этого берем кисть и делаем в ней маленькое отверстие у края. А далее вкручиваем не до конца в это отверстие саморез. Вот и все. Теперь кисть можно подвешивать внутрь банки прямо за этот саморез. Это также удобно. Кстати, помните, вначале я говорил о хитрости в приспособе для зачистки проводов? Теперь рассказываю. Для того, чтобы саморез легко резал оплетку, его необходимо заточить. Как на видео. А потом закрутить его так, чтобы лезвие было направлено вдоль отверстия. Напишите, кто догадался. Для следующего совета потребуется кусок шпильки или болт и пару гаек. Они нам помогут, если нет ключа нужных размеров под рукой. Сводим гайки под размер головки и крутим. Я решил проверить этот лайфхак и взял кусок бруса, в который вкрутил вот такой большой глухарь с головкой на 13. Теперь беру приспособу и пробую выкрутить. Идет, конечно, туговато, но идет. Не нужно считать такую идею замены обычного ключа, но все-таки мы рассматриваем ситуацию, как раз если ключа под рукой нет. И вот таким способом это сделать вполне возможно. Друзья, вот такая сегодня получилась подборка советов. Надеюсь, вы нашли для себя что-то полезное. И если это так, то ставьте лайк. И в комментариях напишите, что понравилось больше. Тем, кто еще не подписан на канал, я рекомендую сделать это прямо сейчас. И нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!